Совсем немного времени прошло с того момента, как бывшая жена Сергея Безрукова выступила с эмоциональным признанием. Тогда, напомним, актриса рассказала о появлении в ее жизни заботливого и внимательного мужчины. Уже давно находящаяся в свободном плавании актриса вышла на связь с подписчиками личного микроблога. Как выяснилось, Ирина Безрукова не просто так облачилась в свадебное платье, в ее жизни наметились важные перемены. Не исключено, что наступление весны – далеко не единственное позитивное событие, которого с таким предвкушением ждет похорошевшая звезда. При всем уважении к зиме, я все-таки очень счастливо встречать весну. Даже окна в квартире уже помыло, чтобы смог, копившийся всю зиму, не мешал наблюдать за приятными переменами на улице. Очень жду солнца и пробуждения природы, заинтриговала народ Безрукова. Талантливая и очень красивая актриса была замужем дважды. Ее избранниками становились успешные мужчины, при одном только упоминании имени которых сходили с ума миллионы поклонниц. В первом браке с Игорем Ливановым Ирина познала радость материнства, но, к сожалению, эта история закончилась трагедией. Андрей, которого боготворили не только биологические родители, но и отчим, погиб при загадочных обстоятельствах. На фоне этой беды отношения актрисы с Сергеем Безруковым постепенно сошли на нет. Звезда бригады переживала уход пасынка не менее тяжело, чем Безрукова и Ливанов. После развода с исполнителем роли Саши Белого актриса с головой погрузилась в работу. За последние несколько лет Ирине приписывали несколько ярких романов. Но ни один из них в итоге так и не получил подтверждения. Поговаривают, что знаменитость намеренно выбрала одиночество, ведь все предыдущие отношения рано или поздно заканчивались разрывом, а значит приносили боль. Однако несколько месяцев назад Ирина Безрукова все-таки поделилась радостными новостями. Мало того, что у нее появился мужчина, так еще и решился вопрос с недвижимостью. Приобрести небольшой домик с солидным участком в Подмосковье артистку надоумила близкая подруга. Из-за того, что до поместья Безруковой приходится добираться не один час, она приезжает на природу в основном по выходным. Что же касается выплачиваемого ей кредита, то ипотека – отличный стимул для продуктивной работы.